Приветствую вас! Исходя из того, что вы написали, можно сделать вывод, что мужчин вы подавляете. Из-за чего вы это делаете, почему вы их подавляете, можно пока лишь только гадать. Объективно у вас есть модель поведения, такая вот подчиняющая мужчин, которая выработалась у вас наверняка из детства, где вы должны были защищать себя, оставить свои интересы, ну и так далее, так далее и так далее. Соответственно, работа ваша стоит в том, чтобы, во-первых, найти и проработать причины такого поведения, скорее всего, это детско-родительские отношения, либо какие-то очень яркие моменты в вашем подростковом детском возрасте, что определили в дальнейшем ваше поведение. Соответственно, заново пережить эти моменты, переструктурировать материал, который у вас есть в памяти, перепроматировать опыт, который у вас есть, чтобы заново его расположить в своем сознании, через проговаривание, через соответствующий вид памяти. И второе направление работы – это в том, чтобы осваивать новую модель поведения для вас, которая была бы более мягкой, более чуткой, более слабой. То есть, вы, вполне вероятно, боитесь оказаться слабой. То есть, боитесь показаться слабой. И это очень важный момент. Ведь мужчине нужна такая женщина, чтобы рядом с ним она была слабой. Чтобы он чувствовал, что есть потребность в его силе, в его твердости, в его упорстве и так далее. А если вы делаете все за мужчину, то, соответственно, такие мужские качества не нужны. Потому что вы сами справляетесь совсем легко. И в результате мужчина становится тем, кто вас уже не устраивает. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать по вашему тексту. То есть, это именно работа, корректирующая, корректировка поведения. И откуда брать модель поведения, радость, что можно только добавить. Модель поведения можно брать из восприятия себя, да. То есть, какой вы видите себя, например, идеальный. Какой вы хотели бы себя видеть. Как бы вы хотели себя видеть. И, соответственно, стремление к этому образу, немскому поведения. Либо, если такого образа нет, то тогда нужно брать уже готовый образ какого-нибудь человека, который бы вызывал у вас восхищение. И стремиться быть похожим. Похожим на нее. Но при этом не во всем. А только в том, что вам нравится. Только в том, что вас привлекает. Если какие-то элементы поведения вас не устраивают, соответственно, их принимать не надо. И таким образом получается, что вы, благодаря такому вот соотношению и пропуску через себя уже готовых качеств, например, женского поведения, вы будете формировать свою индивидуальную модель этого самого поведения. И тем самым у вас получится вести себя с мужчинами по-другому. Вот, думаю, именно так вам и нужно поступать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!